Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новый экономичный племенной. Хозяйство из Красноярского района строит крупный свинокомплекс. Убойное дело. Фермер из Большеглушицкого района открыл специализированный цех по забою скота и замкнул свою производственную цепочку. Цыплят по осени считают, как хозяйству из Красноярского района удается получать стахановские привесы на бролерах, не увеличивая при этом производственных мощностей. В свете санкций и кризиса выход один. Развивать свое производство, продвигая свой же продукт. Здесь так и поступают. Это сельхозпредприятие из Красноярского района по областным меркам крупное и крепкое. Не первый год выращивают крупный рогатый скот и добились существенных успехов. В мясной гвардии уже более полутора тысяч голов. В особо комфортных хоромах неприхотливое стадо не нуждается. А вот про представителей другой отрасли животноводства такое не скажешь. 9 тысяч хавроний и пятачков находятся в устаревших помещениях, что повышает затраты и снижает в итоге рентабельность. Вот и решило руководство предприятия провести реновацию. С начала года здесь приступили к строительству нового свинокомплекса. По проекту в шести корпусах будут содержаться 18 тысяч свиней. А мощность производства составит 4 тысячи тонн мяса в год. Экономия мало того, что ресурсов человеческих, ввиду того, что на сельском хозяйстве все прекрасно знают, что работников очень-очень мало осталось. Поэтому приходится решать вопрос как кадровый вопрос, так и экономику. Почему? Потому что в новом свинокомплекте все-таки будет и энергосбережение, и корма будет более рационально использоваться. Плюс у нас, сказать бы, и увеличение поголовья. Таким образом мы увеличим объемы сдачи мяса в 2-4 раза больше. И это, соответственно, дает нам возможность избавляться от старя, который уже на сегодняшний день в нынешних условиях все-таки неэкономично иметь. В новые апартаменты заедут племенные животные из Вологодской области породы Данбрет. Особенностью нового комплекса по откорму свиней будет двухфазная технология, предусматривающая автоматизацию всех технологических процессов по обслуживанию за животными и их кормлению, включая создание микроклимата. Ежесуточные привесы по поросятам планируются на уровне 230 граммов, на отъеме уже 470, на откорме свыше 900 граммов. Кроме того, здесь предусмотрен совершенно иной формат работы и профессиональной ответственности персонала. Штат современного свинокомплекса составит максимум 10 человек. Запуск мощного производства даст мультипликативный эффект для развития и вывода на новый уровень отрасли растеневодства. Мы, наверное, одни из первых, которые закладываем подготовку кормов скармливных на кормокухне, которые будут производить все в чисто автоматическом режиме. То есть будет поставляться сырье зерновое, дробленое, и затем уже само оборудование будет закладывать, само сырье непосредственно будет закладывать, у нас кормовые добавки, которые необходимы, в необходимых сочетаниях. Будет смешиваться все это дело, и потом по кормопроводам будет передаваться уже непосредственно по галереи, к корпусам. К корпусам здесь, возле каждого корпуса будет промежуточная емкость для хранения комбикормов, из которых уже непосредственно будет кормиться группа животных прямо в помещениях. Создание свинокомплекса, с одной стороны, проект необходимый для реализации программы импортозамещения, с другой достаточно финансово емкий. Помимо собственных вложений, хозяйство заручилось поддержкой банка. Первую очередь комплекса надеются ввести в эксплуатацию уже в декабре, и уповают на то, чтобы кредитор не подвел. Это все планируется как импортозамещение, но, честно говоря, хоть мы и договорились с Россельхозбанком о том, что всю стройку на все 100% мы финансируем за свой счет, но оборудование должно поставиться за счет кредитных средств Россельхозбанка. Так что теперь одному господу богу известно, если Россельхозбанк взятый на себя обязательства не выполнит, то, наверное, перспектива запуска данного свинокомплекса будет стоять под вопросом. Другой социальный проект дал хозяйству не менее важный эффект. В рамках участия в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» предприятие провело реконструкцию и превратило здание заброшенного детского садика в многоквартирный дом для своих работников. Зухра Авдеева с сыном получили свой угол одними из первых. Комфортные квартиры предоставляются по договору социального найма. Получатель обязуется отработать на предприятии пять лет, а после может выкупить жилье в собственность. Хорошо здесь. В дальнейшем, конечно, такие вот у него перспективы и все. Да, здесь работать можно и ждем молодых как бы специалистов. И здесь работать можно. Животное просветает здесь. Не угасает, по крайней мере. Все инвестиции хозяйства решают одну глобальную задачу. Делают и производство на селе, и само село эффективным и привлекательным. Мясное царство Мясное царство почивает на лаврах. Более двух тысяч голов крупного рогатого скота и полторы тысячи овец флегматично прогуливаются по осенним лугам. Спешить некуда. Родное хозяйство уже позаботилось о сытной зимовке. Приличные привесы и отменного качества мяса вследствие грамотной животноводческой службы, поставленной фермером Равшаном Гусейновым. Работает на успешный результат и растеневодческая отрасль, заготавливающая для скотинки питательные корма. Поголовье фермер нарастил. И теперь решил следующий вопрос. Убойный. На базе предприятия заработал пилотный в области пункт по забою скота и переработке мяса. Не только свои, это же КРС, крупнорогатый скот или МРС, да. Мы и население покупаем, соседние хозяйства берем. И даже мы выходим иногда, это другие, за пределы области. Это дает нам возможность даже для своего хозяйства, чтобы увеличение поголовья. Это уже есть смысл держать крупнорогатый скот. Мы знаем, что у нас есть очень много клиентов, чтобы они приобрели, покупали наши продукции. Амбициозный проект создания бойни созрел не случайно. Во-первых, сами переработчики предлагают низкую цену на мясо. А во-вторых, областное правительство явно заинтересовано в увеличении производства и переработки продукции из местного сырья. В строительство объекта выложены в основном собственные средства. Немалым подспорьем явилась и грантовая поддержка в размере 10 миллионов рублей. Еще огромное такое значение имел, такой даленности от губернии, да. И здесь это еще обеспечены рабочие места. И здесь еще эта цеха дает возможность частной подворья держать скота, потому что у них уже есть 100% возможность, куда его реализовать. Мы одновременно сегодня можем и покупать скотины, и оказывать услуги. Проектная мощность цеха составляет 25 голов крупного и 50 голов мелкого рогатого скота в смену. Убойный пункт полностью соответствует современным стандартам и ветеринарным требованиям. На технологической линии могут производить охлаждение, глубокую заморозку, нарезку и фасовку мяса и мясных полуфабрикатов. После чего они поступают на прилавки районных и областных магазинов. То есть конечный потребитель, а это как оптовый закупщик, так и обычные посетители торговых точек, получают натуральный и качественный продукт. Мы реализуем мясо, как-то хотим в первую очередь, это внутрь своей области, да. У нас очень... мы поддерживаем этот план губернатора, потому что надо сначала кормить свой область, потом выйти в другой области. Мы сегодня очень хорошо работаем и садиками, и школами. Мы работаем приработчиками, которые наши продукции уходят на полуфабрикаты. Через цех уже прошли порядка двух с половиной тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. И просто ему явно ждать не придется. Насыщенные будни ожидают хозяйства в осенне-зимний период. Я думаю, что она себя очень быстро оправдает, потому что в сегодняшний день все продукции, которые у нас безотходное производство, у нас в сегодняшний день все субпродукции уходят, у нас внутренность очищенная кровь уходит, поля как удобрения. Ну, я думаю, что еще в ближайшем будущем мы будем хвалить, что уже наш цех приносит огромную прибыль для хозяйства. Вот так рискнул фермер и не прогадал. Таким объектом он и свою производственную цепочку замкнул. И другим дал шанс для развития. Этим крохотным комочкам всего сутки от роду. Вывели желторотиков в инкубаторе Тольятинской птицефабрики. А вот расти и крепнуть им придется в этом хозяйстве Красноярского района. Уже 9 лет здесь бережно доращивают бролеров, окружая их заботой и обустраивая комфортные условия. Должный микроклимат, автопоилки с идеально чистой водой, сбалансированный комбикорм. Тысячи птенцов спустя чуть больше месяца сменяются другой партией. Но несмотря на скоротечность цикла, местные специалисты словно няни холят и лелеют каждую птичью ватагу. За эти 9 лет, которые мы работаем, результаты у нас, конечно, улучшились. Начинали мы с 5 грамм суточного привеса, сейчас дошли до 70. Коллектив работает стабильно. Изменился кросс. Благодаря этому, естественные привесы стали лучше. Улучшились корма, качество корма. И люди научились за последние 9 лет работать. Грамотный подход и огромная отдача позволяют получать стахановские привесы и в конечном счете на тех же производственных мощностях увеличивать выход качественного мяса. Для сравнения, в 2007 году комплекс произвел 1300 тонн продукции в живом весе, а спустя 7 лет уже 1700 тонн. У нас нет никаких кормов завезенных, мы всегда пугаемся, соя геморфицированная и все прочее. Нет. Мы используем все отечественные, ту же сою, те же широты, хоть подсолнечные, хоть соевые, они отечественного производства. Они соответствуют всем требованиям нашим российским ГОСТам. Никакой химии, добавок роста, что вот как-то у всех на слуху, а вот там кормят каким-то компонентом. Нет, поверьте, вообще этого нет, природи не существует. У нас, по крайней мере, такого. И птицу, я ее сам ем с удовольствием, и все мои друзья, кто есть в округе, кто брал нашу птицу, все говорят, будем есть только вашу птицу. Одно из ключевых слагаемых высокого доверия как со стороны крупного переработчика, так и розничных потребителей, отменное качество кормов. Выращивают их на сельхозугодиях самого предприятия. Более двух тысяч гектаров заняты зерновыми и техническими культурами. Хозяйство на месте не стоит. Совершенствуют агротехнологии, проводят сортосмену семян, повышая таграфон. Раньше сеяли практически фуражом, а вот в последние годы закупаем где-то порядка, чуть ли не половины материала семенного, сеем элиты, а остальное все это репродуктивными семенами. То есть первая, вторая, третья репродукция максимум. Поэтому и урожай, конечно, увеличение урожая есть, оно стабильно. Даже по этому году, который, в общем-то, очень неблагоприятный, честно говоря, мы получили с озимого клина, урожай не в среднем у нас была, есть оно, все убрали, все уже заложили. 15-16 сантиметров с гектара, ячмень 11 сантиметров с гектара, рыжик озимый убрали, сдали, реализовали. 9 сантиметров с гектара. В общем-то, это неплохие показатели по этому году. Сохранить набранные темпы и по возможности увеличить рентабельность производства. Такие цели ставит хозяйство на ближайшие годы. Исходя из конъюнктуры рынка, сделать это можно за счет модернизации технопарка и улучшения качества кормов, что в конечном итоге скажется на увеличении объемов высококачественной продукции.